Привет, друзья! Несмотря на юный возраст, Камила Валиева успела громко заявить о себе и войти в историю мирового фигурного катания. Она покорила сердца поклонников природным обаянием, техничностью и артистизмом. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Камила Валиева, самая талантливая фигуристка в мире. Камила Валерьевна Валиева появилась на свет 26 апреля 2006 года в Казани. О матери и отце чемпионки известно мало, она редко говорит о них в интервью. В детстве будущая звезда была болезненной, из-за чего родителям посоветовали отвезти ее в спорт. Выбор пал на фигурное катание. Ее первым тренером стала Ксения Иванова. Уже в ранние годы Камила могла похвастаться пластичностью и грацией, которые сделали ее катание завораживающим. До 10 лет девочка параллельно занималась балетом и гимнастикой, но в итоге мама предложила ей сделать выбор, и Валиева решила, что хочет стать великой фигуристкой. Когда семья переехала в Москву, девочке пришлось перейти в другую спортивную школу. Она сменила несколько тренеров, но в ее выступлениях не хватало стабильности. Тогда спортсменка отправилась пробовать силы на просмотре у Этери Тутберидзе, которая известна своим умением воспитывать чемпионок. Тренеру хватило пары элементов в исполнении девочки, чтобы пригласить ее в группу. Это стало началом новой страницы в биографии Камилы. Уже в первом сезоне пребывания в группе Этери Тутберидзе Камила сумела громко заявить о себе. Специально для нее была поставлена короткая программа «Девочка на шаре» по мотивам картины Пабло Пикассо, которая позволила фигуристке продемонстрировать превосходную растяжку, грацию и артистичность. Выступление не оставило равнодушной даже внучку Пабло Пикассо Диану Пикассо, которая пригласила спортсменку посетить музей художника в Париже. А Тутберидзе назвала «Девочку на шаре» своим любимым номером, чем вызвала резонанс в прессе. В итоге выступление решили оставить на следующий сезон, а вот произвольную программу было решено изменить. Вскоре Валиева представила номер под музыку «Muse Exogenesis Symphony 3», постановками занимался ведущий хореограф группы Даниил Глейхенгаус. В сезоне 2019-2020 спортсменка покорила поклонников фигурного катания яркими победами на этапах юниорского Гран-при. Однако осенью неожиданно появилась новость о травме Камиллы, которая поставила под угрозу ее участие в чемпионате мира. К счастью, девочке удалось быстро восстановиться, и уже в конце 2019 года она выиграла финал Гран-при. Позже фигуристка блистала на шоу «Saturn Ice Gala Concert on Ice» в Германии и выиграла первенство России. Из-за плотного графика тренировок у спортсменки почти не остается времени на личную жизнь. В свободные минуты она предпочитает заниматься танцами или рисовать. В марте 2020 года в Таллине состоялся чемпионат мира среди юниоров, на котором фигуристка завоевала победу, опередив серебряную медалистку Дарью Усачеву почти на 20 баллов в сумме 227,30. Такой результат был признан новым мировым рекордом. Третье место досталось подающей надежды американской спортсменке Алисе Лю. Завоевать золото Валиевой не помешал даже порез на руке, который она получила во время исполнения короткой программы. В интервью для «Спортэкспресса» Камила ответила на вопрос о травме по-взрослому и заметила, что в спорте всегда есть боль. Главным событием декабря для Камиллы стал чемпионат России, состоявшийся в Челябинске. Валиева заняла второе место, достойно откатав программу. Победительницей стала Анна Щербакова, а бронза досталась Александре Трусовой. Она ведет страничку в Инстаграме, где делится новостями и публикует фото. Поклонники замечают, что Валиева растет и взрослеет у них на глазах. Ее рост пересек отметку в 150 сантиметров при весе около 35 килограмм. В Москве накануне завершился Кубок Первого канала – новый коммерческий турнир, который организовали во время паузы между чемпионатом России и чемпионатом мира. Изначально пробел должен был заполнить чемпионат Европы, но его отменили из-за пандемии. Для Камилы Валиевой, которая пока официально числится в юниорах, этот старт – последний крупный в текущем сезоне. И шанс заявить о себе она использовала сполна. Свои усложненные программы Валиева исполнила без единого падения. Кубок Первого канала – первый и единственный в России командный турнир, где соперничали коллективы Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сами фигуристки, боровшиеся за золото Пхенчхана 2018, на лед не выходили, но набрали в себе в команды спортсменов из женского-одиночного мужского пар «Танцев на льду», чьи партнеры набрали по сумме больше баллов, тот и выиграл. Итоговую победу одержала Загитова, но блистала на кубке не только она. Камила Валиева сейчас претендует на звание «Лучшие в мире», написал в Твиттере журналист NBC Sports Филипп Херш. «Крыша едет, когда вижу, что она творит, как прыгает и катается», слова олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой. «Можно назвать это лучшим выступлением за всю историю женского-одиночного катания», уже по итогам короткой программы, сказал тренер Александр Жулин. Камила набрала в короткой программе 90,25 балла, а в произвольной – 179,19. Оба результата выше мировых рекордов установлены Аленой Косторной и Александрой Трусовой, соответственно, которые, однако, не пойдут в официальный зачет, они не установлены на международном соревновании. Союз конькобежцев ИСУ не признает внутренние старты, так как там судьи благосклонно относятся к лучшим спортсменам из своих стран. Бригада из иностранных арбитров не оценит прокаты Валиевой на том же уровне. Однако оценки, наподобие тех, что накануне получила Камила, создают нужный бэкграунд. Они помогают понять, что внутри страны спортсменку позиционируют в качестве первого номера. Хотя это соревнование можно считать абсолютно коммерческим и в некоторой степени развлекательным, именно в такой обстановке Валиева решила громко заявить о себе. Почему? В качестве капитана – Загитова, которую Камила неоднократно отмечала в интервью как пример для подражания. В качестве конкурентов – трехкратная чемпионка России Щербакова и рекордсменка мира Александра Трусова, кому тоже предвещали великое будущее и успех в Пекине. Кроме того, Елизавета Туктамышева, исполняющая тройной аксель в короткой и произвольной программах, и две другие юные воспитанницы Тутберидзе – Дарья Усачева и Майя Хромых, явно уступающие Валиевой. «На сегодняшний день мы выполнили максимум», – зафиксировал в эфире Первого канала хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгаус. Сделано это было своевременно, так как у Камилы не планируется турниров такого масштаба в текущем сезоне. Юниорский чемпионат мира отменили, а на взрослые Валиева отобраться не может. Ей еще нет 15 лет. Идея командного соревнования не новая для мира фигурного катания. С 2009 года проводится ICU Team World Trophy, где принимают участие спортсмены из шести стран с лучшими результатами сезона. Начиная с Олимпиады в Сочи 2014, командный формат входит в программу Олимпийских игр. В 2006 Japan Open, международный турнир по фигурному катанию, тоже перешел из индивидуального соревнования в статус командного, в котором участвуют сборные Японии, Европы и Северной Америки. В этом году, в связи с коронавирусными ограничениями, это соревнование было внутренним стартом с участием только японских одиночников. Подобный командный турнир Las Vegas Invitational состоялся в ноябре в США. Целью мероприятия было создать дополнительную соревновательную практику для спортсменов, а также предоставить им дополнительные средства в связи с потерей призовых денег из-за пандемии COVID-19. Отличительной особенностью этого турнира стало то, что компоненты мужчин оценивались с коэффициентом 1,60, как у женщин, вместо привычных 2,0, благодаря чему оценки участников имели одинаковый вес в общем зачете. В России командный турнир Кубок Первого канала прошел впервые. Он был создан как альтернативное соревнование чемпионату Европы, который проходит ежегодно в конце января. Однако в этом году первенство Старого Света проиграло в битве с коронавирусом и было отменено. Концепция Кубка Первого канала отличалась от ранее известных командных турниров. Соревнование проходило в три этапа. В первый день зрителей ожидал прыжковый турнир, так называемая «битва полов», где женщины соревновались с мужчинами в прыжковых элементах. В следующие два дня спортсмены выступали с короткими и произвольными программами. На командном первенстве вручали сразу несколько призов. Один миллион рублей команде за победу в прыжковом турнире. Пять миллионов команде-победителю в общем зачете. Три миллиона за второе место. Еще один миллион составил приз зрительских симпатий. Суммы выглядят впечатляюще, но если поделить их на количество участников в команде, 16 человек, то итоговые значения не сравнятся с призовыми на привычных международных стартах. Интересные факты. Дома у Валиевой живет шпиц по кличке Лева, которого она получила в подарок от фан-клуба. Пес – звезда интернета. У него есть собственная страница в Инстаграме. Уже сейчас Камилле пророчит победу на зимней Олимпиаде 2022, которая пройдет в Пекине. Среди причин, позволяющих спортсменке завоевать золотую медаль, не только ее блестящее катание, но и тот факт, что к тому времени девочке исполнится 15 лет. В этом возрасте фигуристки допускаются к участию во взрослых соревнованиях и показывают самые высокие результаты. Валиева является татаркой по национальности, придерживается обычаев этого народа и любит блюда его кухни. Камилла входит в число фигуристок, исполняющих четвертной тулуп. Впервые ей удалось выполнить этот элемент в свой день рождения, 26 апреля, что стало лучшим подарком. Валиеву неоднократно сравнивали с другой воспитанницей Тутберидзе – Алиной Загитовой. Девушки похожи не только внешне, но и по национальному происхождению, перспективам в катании и техническому превосходству над другими представителями своей возрастной категории. Для Камиллы Алина является кумиром и примером для подражания, хотя выполнять сложные элементы она учится у Александры Трусовой. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы все еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!